Мои видания, глядейские аудитории. Меня зовут Юлия Латвиненко. Витаю вас из Киева и витаю нашего гостя. Я в Якости Эксперта. Сегодня выступает Марат Гельман. Марат Гельман, Марат Александрович. Здравствуйте. Я всякий раз, когда готовлюсь к встрече с вами, мне кажется, ну, помимо, естественно, вашей оценки событий сегодняшнего дня, мне невероятно интересна вот эта трансформация вашего сознания и ваш вот этот путь от одного из методологов Кремля до человека, который сейчас, биография которого заставляет, заставила бы, имела бы такое право заставить современных политиков подумать о душе. А о душе у них подумать почему-то не получается. Что так? Как вы думаете? Да. Ну, надо сказать, что если как бы с 96-го года мы работали с администрацией президента, и это была другая власть. То есть, в этом смысле, когда меня часто спрашивают, в том числе с того лагеря, как же так? Ты был, значит, так близко. Но дело в том, что не я поменялся, а они поменялись. Если вы услышите речи Путина 99-го и даже 2002-го года, вам покажется, что это был не нынешний президент Российской Федерации, а его оппонент. То есть, человек, который говорил, что не надо держаться за кресло, что больше двух сроков – это глупость. Что Россия должна стать частью Европы, а может быть и НАТО. Что у нас несовершенная демократия, но мы стремимся к тому, чтобы она была совершенна. То есть, это была другая риторика. Другой вопрос, что были люди и тогда, которые, в отличие от нас, видели за этим, ну, там, условно говоря, в 99-м году к нам по просьбе Гайдара встретили с нами группа демократов из Петербурга, которые сказали, что это все декорация, и что он как был КГБшник, так и остался. Вот. То есть, мы можем сейчас задним числом анализировать, что были такие моменты, которые должны были нас насторожить. Но я просто хочу сказать, что, собственно говоря, вот этот крен на 180 градусов совершил Путин, а не мы. И, ну, я, так или иначе, в 2004 году прекратил заниматься всем, что связано с политикой, как бы начал... У меня получались очень серьезные проекты в культуре, и, собственно говоря, вначале от них дистанцировался, а с 2012 года уже стал оппонентом Кремля, так скажем. А вот говорят, что сейчас роль методолога выполняет Кириенко. Насколько это правда, насколько вы с ним сохранили какую-то связь. И, по сути-то, вот методологи вашей эпохи, вашего времени, вы славились, значит, поиском семантики, знаков и символов, каких-то там атрибутов власти, роль власти, роль влияния. А сегодня я не вижу вообще никакого смысла. Даже вот если мы там эту семантику войны начнем исследовать, я не знаю, она есть вообще, она существует? Давайте, вот Кириенко, насколько Кириенко сопротивляется с ролью методолога? Да. Ну, надо сказать, что Кириенко взял на себя роль такого эффективного исполнителя, такого технократа, то есть человека, который точно может хорошо решать задачи, но он не человек, который ставит задачи. И, собственно говоря, с того момента, как он перешел из демократического лагеря вот в такую, как бы, в путинские солдаты, он ни разу не проявил своего, мы не знаем, что у него в голове, какие у него взгляды. И так, кроме одного, что он преданный солдат Путина, и он выполняет эту роль. Он начал немножко проявляться уже во время войны, вот, но в целом, вполне возможно, это какой-то камуфляж. Значит, он технологичный человек, но, конечно же, вот эта вся идеология, которая сегодня захватила голову Путина, это не его, как бы, не у Кириенко в голове родилась. Она была и в 90-е годы, просто она в 90-е годы была очень маргинальной. То есть, это, с одной стороны, вот это евразийство Дугинского толка, с другой стороны, вот этот конгресс русских общин Рогозинского толка. Вот, то есть, это все были такие, ну, я не знаю, черносотинцы, то есть, это были люди, которые даже не могли, там, я не знаю, там, ну, то есть, их можно было не учитывать в политическом пространстве. Вот, рядом с ними были националисты, которые тоже, их было тоже мало, там, 3-5 процентов, но они, по крайней мере, имели какую-то свою, вот эту базу. Вот, значит, что произошло за это время? Значит, ну, в 2008, в 2012 году, когда Путин был премьером, ему на уши сели, вот это, историческое общество, географическое общество, и, в общем, они его вернули в некое время, в 19 век, там, золотой век, там, Российской империи, они ему, как бы, показали, как будет выглядеть учебник истории, и там будут главы, посвященные правлению Путина. Вот, и, но главное, то, что, ресентимент, то есть, то, что разрушение Советского Союза, это поражение, здесь это очень важный момент, когда ты по-другому переоцениваешь прошлое, да, там, для нас, для всех, 90-е годы, там, не важно, мы жили, там, в Украине, в России, в Грузии, это освобождение, освобождение от Совка, вот, ну, значит, для него теперь это поражение в некой войне, и вот этот геополитический контекст, он его так и не отпускает. Если вы посмотрите на какие-то реальные вещи, вот, там, идеологические, которые существуют сегодня в Кремле, они все связаны с геополитикой, то есть, там, ну, например, зоны влияния, то есть, вот это вот в голове у Путина, что есть большие страны, есть другие страны, которые находятся у них в зоне влияния, у них, как бы, неполный суверенитет, и идет борьба за зоны влияния, или, там, например, наступление НАТО, да, то есть, хотя бы просто посмотреть, как это происходит, я вот здесь наблюдал, как Черногория вступала в НАТО, НАТО не делала никаких шагов, Черногория хотела в НАТО, хотела выстроить какие-то отношения с соседями, чтобы не было с албанцами споров, чтобы не было с Сербией, с другими соседями, то есть, и НАТО, естественно, у него есть формальные правила, выполните правила, вы можете вступить в НАТО, то есть, никакого расширения, вообще никакого субъекта, который стремится расшириться, расширяться не было, но в Путину в голове это есть, вот, опять же, вот этот, так называемое, то, что он понимает, под исконно русские земли, это что такое, что такое исконно, во-первых, да, то есть, мы смотрим на историю человечества, и мы видим, что она постоянно движется, и в принципе, послевоенный мир, он настолько отличается от довоенного, что говорить об этом не приходится, да, то есть, международное право, это тоже, ну, как-то сказать, вполне современная вещь, да, и не всегда оно работало, не всегда оно было, действительно, в истории человечества были времена, когда помощь у оружия, например, веру, да, миссионерство, там, с мечом, да, то есть, взяли и целую страну, там, переделали, там, в христиан, значит, все это было, но это все прошлое, вот нельзя жить в прошлом, все, все, о чем думает Путин, находится в прошлом, кроме одного, ну, антиамериканизм, то есть, антиамериканизм, это действительно, такая болезнь, вполне себе современная, она существует в разных, на разных кухнях живет, вот, но, ну, как, как я не знаю, там, как когда-то, там, антисемитизм, там, еще что-то, то есть, ну, некое такое сопровождающее, нас, там, набор анекдотов, там, в России, вот эти анекдоты, что если у вас, там, в подъезде, значит, кто-то нассал, то это Байден обязательно, или еще кто-то, вот, но вот этот антиамериканизм, он действительно помог сегодня Путину избежать изоляции, мы должны с вами понимать, что это единственное, как бы, реальное, как бы, такое, за что он зацепил, больше, ни с Африкой, ни с Северной Кореей, ни с чем, больше его, ничего не связывает, поэтому сейчас, собственно говоря, основные, внешне, ну, политические, такие, усилия, как бы, цивилизованного мира, это, конечно, Китай, если Путин потеряет Китай, если Китай перестанет видеть свое будущее, как будущее, ну, в такой, не просто в конкуренции, а в некой битве с Америкой, то Путин потеряет все, то есть, он действительно окажется в изоляции, и страна в течение нескольких лет просто потеряет все свои возможности экономические, просто сегодня надо иметь в виду, что 80% санкций, то есть, ну, запрет на ввоз в Россию, сегодня покрыты за счет импорта из Китая, то есть. Да, но там, слушайте, для России, в которой процветает контрабанда, ну, мне кажется, что это как раз, вот я не верю в активность санкций, кстати, ваши коллеги говорят, что развязка не за горами, но тут как бы одни говорят о том, что в смысле, что Путин попадает в ловушку, если он там руками пригожина, и его, значит, головорезов заходят в Литву или Польшу, или, значит, вариант второй, развитие событий, что Путин, значит, все-таки понимает, и он останавливается, я не верю в то, что он остановится, я думаю, что он реально не может не воевать, вот он сидит в плену этих иллюзий, и я не вижу возможности его остановить, но говорят, что якобы вот эти, существуют они или нет, эти башни Кремля, кто эти люди, значит, кто, кто это, эти влиятельные люди, и как вы полагаете, когда же они наконец-то вступят в игру, вот насколько, если кто-то и боится санкций, потери, своего движимого и недвижимого имущества за рубежом, то, наверное, это эти люди из башен Кремля, давайте их визуализируем, кто это? Ой, ну, ближний круг, дальний круг, но я вначале хотел бы просто сказать, что мы не то, что не верим в то, что он остановится, мы надеемся, что ему не хватит благоразумия, и он полезет, дело в том, что открытие второго, вот есть два таких воспоминания, которые, значит, у меня в голове постоянно, первое, это дезертиры, во время Первой мировой войны, которые смели царизм, не Германия, которая вроде победила тогда в войне, а именно дезертиры, то есть солдаты, которые после каких-то поражений, вместе с оружием пошли домой, но пошли домой через Москву, через Санкт-Петербург, и по ходу дела поменяли власть, то есть поэтому первое, это мы ждем демонстративного, явного поражения какой-то битвы, не войны, а именно битвы, на Украинском фронте, после которой начнется дезертирство, то есть солдаты должны реально испугаться, реально дезертирство, то есть условно говоря, выбирая между тюрьмой и фронтом, они должны сказать, что мы выбираем тюрьму, вот, и это очень важно, и второе воспоминание, наоборот, из Второй мировой войны, это открытие Второго фронта, собственно говоря, можно было говорить о том, что там Гитлер наступает, или там с переменным успехом, но как только появился Второй фронт, как только, значит, альянс, да, там Франция, Америка, Англия, смогли участвовать полноценно в войне, то есть не только с помощью ленд-лиза России, не только с помощью помощи авиации в Англии, а полноценно, ну, можно считать, что Гитлеру было подписано, значит, поражение, вот, поэтому мы надеемся, что, первое, конечно же, что мы дождемся, какого-то демонстративного, значит, демонстративной победы украинского оружия, и мы надеемся на то, что Путину не хватит осторожности, и они полезут, и откроют где-то Второй фронт, может быть, это будет не в Польше, может, это будет в Сирии, может быть, я не знаю где, но очень-очень на это рассчитываем. Значит, что касается того, что сейчас происходит в Кремле, как это все, значит, понятно, что, в принципе, при том, что там наверняка, как бы, подонок на подонке сидит, и подонком погоняет, хуже Путина нет никого, потому что, любой, кроме Путина, может сказать, себе и публике, ой, мы ошиблись, давайте вернем все взад. Вот, то есть, соответственно, единственный, кто не может этого себе позволить, это Путин. Поэтому первый вариант, конечно, это то, что ближнее окружение, дойдя до какого-то понимания, необратимости, поражения, придет к Путину и скажет, слушай, давай, мы тебя куда-то денем, договоримся, и будет кто-то другой, кто сможет вот эту ситуацию вырвать. Значит, второе, то есть, я просто к тому, что в моей голове это не башни Кремля, которые друг напротив друга смотрят, а это такие кольца. Вот, вот этот ближний круг, который, дело в том, что если Путина СМИ тут перевернут, то и их тоже перевернут. Поэтому они заинтересованы в том, чтобы он просто отошел, но не было такой ситуации, что, значит, он переворачивается. Значит, второй вариант, когда они не сумели, Путин, как был в неадекватке, так и остался, ну, более широкий круг номенклатуры, которые, собственно говоря, пришли туда ради денег, ради возможностей коррупции, ради, там, всяких благ, и взамен этого получают только минусы, и так далее, и так далее. Тогда это будет уже некая, ну, некий реальный переворот, то есть смена режима, на него повесят всех, там, как бы, всю вину, и тогда начнется, ну, какой-то очень бурный процесс, но в первую очередь будут ли подчиняться регионы этой новой ситуации, то есть в любом случае для нас хорошо, что это и то, и другое означает ослабление Кремля. Раз он ослабляется, то, значит, появляются разного рода идеи у Чечни, у Татарстана, у Башкортостана, то есть процесс расползания вот этой силы может начаться с любого, да, но все-таки, с моей точки зрения, сегодня, как бы, ну, там, главным экспертом являются не люди, которые разбираются в Кремле, а люди, которые разбираются в войне, да, все-таки, при том, что последние, как бы, последние, что ли, третий акт, безусловно, это будет наш акт, то есть главными там будут русские граждане, но начало вот этой драме будет запущено именно на линии фронта, то есть сейчас центр всего это там, я не знаю, Бахмут или какая точка фронта сегодня самая горячая, вот, то есть важно вот эта метафора с башнями, это метафора про разные элиты, там силовая элита, там значит сегодня нету элит, с моей точки зрения, а это номенклатура, то есть номенклатура это люди, у которых нету по большому счету, они не являются представителями каких-то интересов, кроме интересов собственного вот этого номенклатурного класса, самих себя, вот, и они не могут предъявлять какие-то претензии на власть, они могут подстраиваться, и вот ну там Ходорковский надеется, что номенклатура должна начинать саботаж, то есть понимая, что ей уже больше ничего не светит, понимая, что уйти просто так она не может, потому что они сразу же попадут с того же Путина под подозрение, они будут просто ну там саботаж, эта машина она не то есть она станет плохо, все хуже и хуже работать, и в конце концов каким-то образом грохнется. Ну не знаю насколько это да, а вот вы верите все-таки вот вы назвали там Ходорковского там Ходорковский Каспаров Тиньков в конце концов, а насколько Россия готова к такому миферу вот кто все говорят нет значит лидера если бы даже нет лидера а скажите а ведь на самом деле ведь Ельцин он тоже был представитель партийной номенклатуры но осовременимся чем весь другой коммунистический аппарат быстрее ну вот Путин да я даже не могу сказать что Путин номенклатура ФСБ мне кажется Путин просто это делец ну это делец это человек я не могу сказать что у него есть идеология мы все надеялись что он делец но смотрите ведь его ничего не интересует но ведь он на самом деле не ведет как мы говорим какой-то там стилистики войны нет идеологии нет война на истощение и в связи с этим да и в связи с этим я хотела бы узнать а вот кто какой лидер нужен России вот как вы полагаете вот кто кто эти люди да да ну вот смотрите как я ну это не то чтобы мое мнение мы я член антивоенного комитета и мы постоянно разговариваем на эту тему но уже не в качестве экспертов да в качестве каких-то участников возможно возможных участников будущих процессов и мы понимаем несколько вещей значит первое что Россию придется переучреждать то есть вот этот процесс модернизации как это было тогда с Ельциным и Горбачевым он себя дискредитировал почему потому что ну вот например простой момент когда у Ельцина на столе лежал приказ ну который он мог подписать о люстрации сотрудников КГБ и руководителей органов центрального комитета партии коммунистической партии он этого не сделал потому что боялся что это на него тоже да хотя там ему объясняли что нет он на особый случай то есть вот этот момент может оказаться был важным ключевым что поэтому первое что мы считаем что вместо модернизации должно быть переустройство и если заниматься переустройством страны то надо лечить не только те болезни которым 30 лет но и те которым 300 лет вот и вот это условно говоря какой лидер должен быть у России это болезнь то есть потому что ответ заключается в том что большая территория каким бы вы не выбрали лидера желая управлять желая сохранить управляемость этой большой территории он будет двигаться к авторитарной власти каким бы он не был вот поэтому первое что мы хотим мы хотим как бы страну заново создать заново создать конституцию и мы будем настаивать на том чтобы она была все же таки и конфедеративной и республиканской то есть фигура президента даже если остается она должна остаться чисто как декоративная как английская королева вот а для того чтобы это случилось мы должны написать новую конституцию мы должны регионам то есть не только республикам татарии башкирии но и и остальным регионам предложить присоединиться к этому и если кто-то скажет я не присоединюсь окей это свободный выбор проводите какие-то свои там эти я не знаю выборы свои органы власти создавайте и так далее и так далее поэтому конечно же конечно же главным ответом заключается на ваш вопрос то что для того чтобы на этой территории мы даже не говорим про российскую федерацию мы говорим о том что если мы хотим чтобы на этой территории был мир чтобы на этой территории не рождалась новая угроза и чтобы на этой территории соблюдались права человека и чтобы она была частью какого-то естественного цивилизационного процесса то страну надо переучредить и если в результате это будет не одна страна а несколько стран этому надо скорее радоваться но мы будем стремиться к тому чтобы условия как бы при присоединении к этой стране регионов были настолько комфортными для них для каждого и это самостоятельность регионов была бы настолько велика что это было бы привлекательно для них вот и поэтому вообще в принципе начиная с Петра Первого сверхцентрализация это же не просто так что в Кремле власть это значит что все лучшие люди где бы они не родились хотят жить в Москве или в Петербурге в столице все ресурсы где бы они не были собраны нефть в Сургуте там пшеница в Краснодаре а прибыль оседает в Подмосковье там то есть как бы 300 лет представьте себе 300 лет все собирается с этой огромной территории и значит поэтому главная наша задача это децентрализация всеми возможными способами с помощью культуры с помощью вот этих там законов с помощью того что мы как бы отсекаем голову то есть убираем вообще позицию сильного президента и уж точно Кремль должен стать туристическим местом а начальство должно сидеть в каких-то унылых кабинетах ну пусть даже не унылых пусть даже современных но но не Кремле хорошо это к вашей теории о важности места и времени да а тут можно ее экстраполировать на теорию о собирателе русских земель ведь на самом деле он собирает земли хотя экономика изменилась численность населения изменилась России ему не вот даже если он соберет эти земли а кем он их будет заселять китайцами абсолютно верно и я не даже это же очевидная проблема она на поверхности и он не созидатель в этом смысле тогда к чем к какому кризису все это приведет ну вот ты собрал эти земли и что ты будешь с ними делать кушать их или газ ты будешь поедать ну вы правы в том что вот в том девятнадцатом веке в котором он живет 90 процентов экономики было связано с землей и поэтому да поэтому приращение земли в феодальных обществах являлось приращением богатства страны вот а сегодня ну просто чтобы было понятно сельское хозяйство это 4 процента полового оборота мирового то есть это вообще ничто и действительно земля требует ну скорее обогрева тепла вот ты приезжаешь в италию и ты понимаешь что каждый квадратный метр земли 10 раз перепахан там все пересажено пере вот а в россии километра тысячи километров там не ступала нога человека вообще это смешно что касается китая интересный вопрос собственно говоря вопрос который мы еще раньше задавали себе еще до самой войны потому что вот этот вот поворот в сторону китая он как бы было такое ощущение что это его политика почему путин не боится потерять суверенитет по отношению к евросоюзу ну например там какое-нибудь соглашение с евросоюзом которое позволяет там европейскому суду судить да за преступления против права человека которые совершены на территории россии и абсолютно бездумно отдает территории целые китаю и в общем-то не боится идти туда таким вассалом а все очень просто потому что китайцы не требуют от него чтобы он там боролся с коррупцией чтобы защищались права человека китайцы да ты там внутри страны хоть режь своих хоть убивай своих хоть воруй у них если они не бунтуют это твое дело да нас китай интересует только вот дай нам эту территорию этот лес мы там заселим их захватим и так далее и так далее а европейский союз он же не захватывает он принимает и он говорит нет есть определенные требования и ты должен соответствовать им да условно говоря китайцы не говорят что вы должны жить как китай а европейский союз все же таки говорит что если вы хотите быть членами вот этого европейского комьюнити то права человека в первую очередь то борьба с коррупцией является условием и так далее и так далее то есть суверенитет в представлении Путина это возможность грабить и убивать своих вот и Китай этому не мешает Китай просто ну условно говоря уменьшит норму прибыли для для Путина и все вот поэтому да он как бы они собственно говоря вот эти так называем ну номенклатура то есть кремлевская они готовы им собственно говоря для них это вопрос в том что придется откат какой-то Китаю условно говоря давать но их жизнь не поменяется коррупция нарушение прав человека суды отсутствие СМИ отсутствие политики это все сохранится и это их больше всего интересует так что да к сожалению но я просто честно говоря думаю они ошибаются в одном что все-таки население европейское вот когда сейчас и наверное резонно многие говорят что северокорейский вариант наиболее ну вероятный да то есть условно говоря линия фронта превращается в границу и дальше начинается жизнь Южная Корея Северная Корея Украина Россия вот то мне кажется что ошибаются именно потому что они вот этот русский инфантилизм принимают за азиатскую покорность потому что вот то что сотворила власть в Северной Корее со своими гражданами да ну то есть превратило их просто реально в рабство прямое вот эта покорность она все-таки ну то есть как бы в России не получится потому что это инфантилизм то есть в какой-то момент эти люди проснутся и мало не покажется да русский бунт вот поэтому я думаю что даже если вот этот северокорейский вариант окажется ну там реализован именно в отношениях с Украиной на какое-то время то буквально через не знаю сколько но не очень долго не больше двух-трех лет мне кажется сам котел России взорвется это много два-три года это много я вот кстати не верю в этот русский бунт безжалостный беспощадный я склонна надеяться что скажем кто-нибудь из теперешних политиков сможет наконец-то не знаю выдать военного преступника Путина кто это будет Эрдоган или китайский китайский лидер по вашему ощущению потому что вот когда мы сегодня говорим что там союзники обращаются с требованием к России хватит я думаю что это некий призыв к действию вот кто насколько я понимаю да есть список из двух тысяч человек с которыми ведется работа вот но условие одно как бы плацдарм украинской армии в Крым понимаете сегодня никто из номенклатуры не не то есть да он Пригожин конечно показал что это уже не тот Путин что у него уже другая мера власти более того я думаю что после вот этого Димарша Пригожина в Кремле где-то есть еще один человек который не менее влиятельен чем Путин это тот кто решил проблему Пригожина и он решив проблему Пригожина с Пригожиным договорился о чем-то вот то есть мы это все понимаем но должен быть сигнал Путин сам сделал все чтобы показать что Крым равно Путин то есть вот он с 14 года весь свой этот рейтинг все он все нанизывал на Крым Вова Крымский Марат да проблема оказалась в том что смотрите вот все говорили что Хрущев отдал Крым Украине потому что сам был этническим украинцем но как оказалось он сделал это с точки зрения экономической целесообразности и когда Вова Крымский вдруг Вова захотел быть Крымским то оказалось что Крым не функционирует при Вове Крымском без Украины вода нужна была все равно возможно можно было каким-то образом не закопать деньги в северный поток или в турецкий поток которые ракеты которые не взлетят а может быть можно но ведь он не пошел по этому пути он сказал да действительно он признал по сути свою ошибку без Украины Крым невозможен именно поэтому он начал войну именно поэтому он пустил первым делом воду из Херсона в Крым тогда не возникает ли вопрос нужен ли был тебе этот 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 Крым ну вы знаете это ну я безусловно вот этот нарратив понимаю и слышал его много раз ну это попытки рационально объяснить поведение Путина вот я думаю что там все сложнее но дело даже не в этом сейчас все очень просто знаете как Кощей бессмертный значит вот он бессмертный но есть там где-то летит бежит заяц а в заяце утка а в утке яйцо а в яйце иголка там и так далее и так далее то есть в любом случае Путин столько раз говорил об этом своему населению что сегодня вот этот его жизнь на кончике иглы находится в Крыму даже не надо не надо брать Севастополь надо чтобы украинской армии был постоянный плацдарм на территории Крыма вот то есть сигнал о том что он слабый да потому что он может объяснить какими-то вот нас попросили и мы отошли из-под Киева или там ну и тогда он может все объяснить но он не может объяснить ничего связанного с Крымом вот поэтому для того чтобы кто-то из этих двух тысяч людей которые теоретически могли бы либо в одиночку либо вместе значит решить его сместить начали действовать они должны почувствовать его слабость и собственно говоря в этом смысле Крым очень важен потому что как только он вот еще раз говорю Пригожин очень хорошо показал что это возможно это очень важно вот теперь надо показать что рядом с ним никого нету кто будет его защищать что он слаб вот я это два варианта как бы вы говорите верхний верхний вариант как начало я с ним согласен вот но просто он не приведет к реальным изменениям то есть в моей в моей голове пока это несколько шагов первый шаг да вполне возможно то или иное смещение путина потом уход регионов и попытка вот этой новой власти удержать регионы с помощью армии потом эта армия отказывается воевать собственным народом и вполне возможно что по ходу вот этого отказа временно берет на себя власть потом возможно какие-то выборы на которых побеждают не Ходорковский с Каспаровым а Пригожин со Стрелковым не исключено да но а может быть и для этой роли Пригожин простите Гиркина готовят он же теперь оппозиционер за стенку так вот я хочу сказать что там есть параллельно всему этому будет идти то что называется экономика и она будет идти в минус и я уверен что вот эти Пригожины удержать власть не смогут вот и начнутся какие-то метаморфозы и через несколько лет станет понимание что стране нужен экономист стране нужен человек который может снять санкции который сможет а снать санкции без согласия Украины невозможно то есть нужен человек который сможет договориться с Украиной это значит что человек должен быть согласован с Украиной согласован с Америкой то есть люди когда у них вот этот экономический вопрос станет первым они да мы может быть не очень хорошо о них думаем но мы видели как Путин их купил за холодильник и мы предполагаем что вот когда холодильник станет пустой они станут вдруг повзрослеют и станут гражданами своей страны а не населением и перед гражданами как мне кажется вот после этих итераций да то есть станет вопрос о том что им нужен нужна фигура человека который сможет договориться и может быть даже этот человек будет не не президент да вот здесь очень важно что вполне возможно это будет какой-то коллективный орган да то есть то есть я просто хочу сказать что я с одной стороны понимаю что колесо истории крутится в одну сторону и все равно это произойдет я не знаю произойдет ли это с одной страной или с несколькими и по большому счету не считаю это принципиальным потому что если большая страна то она будет отношения между регионами будут такие же как там между штатами то есть очень формальные слабые вот и для меня стоит только вопрос что есть момент жертв военных каждый день с обеих сторон а после того как значит остановится война есть момент разрушения страны то есть отката назад потому что в это же время мир движется мир меняется все вокруг то есть это же война не единственное что происходит сейчас в мире да много разных и я вам больше скажу смотрите вот я же назвала вам трех претендентов на кресло президента Ходорковского Каспарова и Тинькова и так как вы в двоих отмели остался Тиньков которого судя по всему западу потому что между прочим с него первым сняли санкции как вы знаете русский сняли санкции значит Тиньков как раз как раз идеально подходит а учитывая значит то как что он как он лихо разливал пиво а это все еще напиток который любят в России почему бы нет Марат вот видите я не знаю вы осознанно или нет вы подтвердили значит вы знаете я да да я конечно надеюсь что это будут люди ну еще с нереализованным каким-то своим ну амбиций со своими амбициями люди с опытом с опытом прошлого но с пониманием будущего да 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 то есть вот допустим я там думаю что с удовольствием отдам часть своих лет в качестве советника но хотел бы видеть человека у которого впереди хотя бы 20 лет работы не в только не прецедент вот то есть я имею ввиду что ну хотя бы там 45-50 лет вот то есть наше поколение как бы мы мы несем во-первых определенную ответственность за то что сейчас происходит это очень важно понимать что ну вот как бы такая самоиллюстрация что ли то есть мы ну вот я анализируя свой какой-то путь я думаю о том что такая легкость безответственность она была результатом в том числе того что дело в том что в советском союзе заниматься политикой действительно это было отвратительно и когда в 90-х появилась какая-то политическая игра вот мы к этому так и относились то есть не понимая не думая над тем какие будут результаты 96-й год когда нам казалось что главное ну мы боялись это мы из советского союза главный страх был это возврат в СССР и Зюганов коммунистическая партия была символом этого и ради того чтобы этого не произошло нарушение на выборах независимость СМИ ну там ложь вот и безоглядно мы туда пошли а в результате получилось что Ельцин один раз на 4 месяца увидев как СМИ только его хвалят как все им управляется из одного центра сказал мне это нравится я хочу это оставить навсегда вот и то есть в общем как бы поэтому соответственно я там Тиньков я его знаю он был у меня дома в гостях вот все-таки мы все в той или иной степени находимся в том в том времени и несем какую-то ответственность и зачем это переносить да вот вы сегодня там напомни про Кириенко у меня были отношения даже с семьей а сына его помню маленький ну то есть какие-то вот надо чтобы были у власти люди у которых нету таких отношений вот поэтому я верю в то что это будут люди да из этого же может быть демократического круга но это будут люди менее то есть менее вовлеченные в прошлое и конечно же люди с противоядием вот этого лидерства то есть вот это нам не нужен новый сильный президент даже если он будет хороший сильный потому что мы уже видели после хорошего приходит любой другой плохой там и так далее и что собственно говоря была вот дискуссия как раз очень полезная сейчас социалистами и что в России вместо справедливости понятия есть понятие совести и это проблема потому что что такое справедливость справедливость это договор между там рабочим и бизнесменом да и владельцем фабрики или между властью и гражданами и этот договор должен быть справедливым то есть мы следим за тем что но есть две стороны договаривающиеся а что такое понятие совести это значит одна сторона обращается к другой давай по совести то есть хороший царь это тот который решает по совести но отношения не договаривающиеся страны а вопрошающие вот то есть нам надо с этим покончить все не надо хороших вот надо построить такую систему в которой плохой попадет и не сможет ничего сделать ну так сильно не сможет система сдерживки противовесов когда институты сильнее страстей человеческих спасибо огромное Марат Гельман был с нами на связи за точку зрения счастливо и всего хорошего субтитры